всем привет сегодня у нас будет немного нестандартное видео обычно меня снимает сегодня я себя буду снимать и расскажу я сегодня студию как мы арендовали студии какие были сложности при поиске помещения для нашей студии я уже почти подошел к нашей студии надо мной железная дорога интересно что настроиться над землей в принципе это очень практично если бы железная дорога проходила на земле то она бы мешало автомобилям было бы очень много переездов железнодорожных поэтому железную дорогу это построили наверху земля которая находится под железной дорогой она принадлежит компании который владеет этой железной дорогой вдоль всей этой дороге они сделали парковки также сдают помещение для ресторанчиков и магазинов принципе очень практично наверху ездят поезда которые приносят деньги а под железной дороги парковки магазины вся эта площадь тоже приносит деньги железнодорожной компании на улице прохладно в токио уже зима плюс 10 градусов светит солнышко вот такая вот зима все время в токио вот это наша студия кстати мой обед сегодня 2 и суши все это стоит 9 долларов помещение для студии мы начали искать в прошлом году где-то в январе январе феврале так как в японии нельзя напрямую не знаю связаться с хозяином помещение и снять в него напрямую здесь все делается через риэлторов через компании посредников это сделано для того чтобы снизить риски хозяева в помещении работа риэлтора в японии это конечно отбор то есть они делают большой скринник и уже когда они обращаются к хозяину помещения то те уже знают владеет информацией о человеке который собирается арендовать и уже могут оценить свои риски помещение мы искали это около трех месяцев наверное обошли очень много помещений в центре токио в различных районов среднем по цене если брать в центре токио то попадались офисы где-то размером 50 квадратных метров это с учетом туалета совсем то есть одна такая большая комната и два туалета 60 квадратных метров стоило 6000 долларов цены в центре токио в принципе такие были места по дешевле в районе не знаю там 3 3 с половиной тысяч долларов за 50 60 квадратных метров но это в основном были здания помещения которые были построены в 70 80-х годов выглядели очень старенько потолки низкие для студии нам нужно было хотя бы не знаю 260 270 чтобы потолки были выше чтобы выставлять свет в апреле получается мы наткнулись на это помещение обратились к риэлтору с которым мы работали он связался с хозяином этого офиса и мы пришли сюда посмотреть как вообще выглядит на тот момент здесь был один большой сплошной этаж помещение около 230 квадратных метров 250 квадратных метров и как мы поняли на то время они никак не могли сдать такое большое помещение на втором этаже и они приняли решение разделить это помещение пополам и сдать их по отдельности поэтому у нас тут в соседней комнаты есть соседи недавно заехали кстати так как здесь не было ни стены ничего разделительного было сложно понять что же в конце концов получится из этого но брейси брать по размерам и цене 100 квадратов на втором этаже все здесь новое это нам обходится в 2800 долларов с коммунальными услугами совсем после того как мы подали заявку прошло около двух два с половиной месяцев за это время нам никак не могли одобрить в японии когда ты арендуешь помещение всегда должен быть гарант третье лицо которое будет гарантировать если вы вдруг пропадете и умрете ли что-то с вами случится что он будет отвечать за аренду этого помещения и оплаты расходы которые нужно будет оплатить и все остальное но в нашем случае так как мы оба иностранцы хозяином компании является алина тоже иностранка но я ее муж тоже иностранец поэтому нам нужно было дополнительно еще называется такая компания гарант то есть помимо того что мы нашли человека гражданина японии которые выступил нашим гарантом дополнительно нам нужно было чтобы компания чтобы выступила гарантами в случае чего она будет тоже нести ответственность у нас были проблемы как раз с поиском такой компании первые две-три компании отказали но потом благодаря нашему риэлтору который хороший оказался очень хорошим и такие компанию гарант благодаря этому нам удалось заключить контракт о аренде заключали контракт о аренде мы в главном офисе компании который владеет этом этим зданием офис находится в очень дорогом здании в центре токио недалеко от императорского дворца и когда мы поднялись наверх там 20 какой-то этаж очень красивый офис сели нам там угостили чаем зашел хозяин той компании который владеет этим зданием и как мы уже потом поняли что он думал что у алина вообще муж японец и возможно поэтому он согласился сдать нам это помещение мы подписали контракт и получили ключи от этого помещения отношения студии вот после того как мы заключили контракт кстати эту большое помещение 250 квадратных метров разделили стеной и нам дали ключи уже нашей части зоны 100 100 квадратов как я уже говорил ранее после этого у нас пошел процесс установки этой стены который находится позади меня мы договорились с компанией другой строительный как и сказал счет они нам выставили и поставили эту стену буквально за полтора дня хотя всякие там не знаю обсуждения бумажки подготовка все это заняло у них в общем три недели что касается трудностей которые мы столкнулись с этими трудностями сталкиваются все иностранцы в японии раньше было очень сложно снять помещение снять жилье в токио вообще в японии иностранцу сейчас стало немного легче но вот снять помещение для компании под офис или под студию очень сложно если хозяином компании не является не является один из хозяин компании не является японец то шансов чтобы вам получится у вас получится снять хорошие чистое помещение да даже не чисто иногда старое какой-нибудь очень мало так как японцы не очень любят связываться с иностранцами некоторые блогер не знаю жители кто живет в японии скидывают это все на какой-то расизм что японцы расисты очень не так плохо относятся к иностранцам на самом деле здесь никакого расизма нету а как говорится ничего личного только бизнес как не знаю многие из вас знают в японии грубо говоря 99 процентов жителей это сами сами японцы и 1 процент это иностранцы и из них европейцев еще нет что есть есть брать там не знаю азии все которые сюда частично мигрирует то европейцев иностранцы и отец конечности очень мало так вот представьте себя на месте не знаю у вас есть не про издание вы ставите помещение и но на рынке из 100 человек 99 это граждане вашей страны которые вы очень хорошо знаете вы знаете менталитет вы знаете что они порядочные люди ну и в третьих они граждане этой страны они даже если куда-то свалят то вы спокойно их сможете найти и взять с них долг и все они понесут ответственность какие-нибудь косяки и с другой стороны ходит один иностранец который вам не понятен непонятен его менталитет непонятно можно ли доверять национальности или этому человеку или нет он плохо говорит на вашем языке то есть у вас если что-то случится вам возможно сложно будет ему объяснить что он сделал не так до примеру и в этом случае конечно кому вы изводите помещение вот этому иностранцу одному непонятному или подождете пока кто-то из этих 99 граждан вашей страны обратиться к вам и вы сдадите ему помещение также работают и в японии с японским бизнесом так как иностранцев очень мало в основном японский бизнес ориентируется на местное население если не брать в расчет конечно крупные компании там microsoft apple макдональдс то у них конечно нет проблем с нахождением офисов помещений вот все эти трудности связаны с тем что иностранцы очень мало в стране когда количество иностранцев в японии хотя бы достигнет 10 процентов то конечно же японский бизнес бизнес в японии по-другому уже будет смотреть и оценивать риски работы с иностранцами хотя даже сейчас уже есть определенные риэлторские компании которые ориентируются на иностранцев сдают жилье но что касается еще помещений для бизнеса с этим все еще пока очень сложно в нашем случае мы считаем что нам очень повезло снять такое большое помещение 100 квадратов за почти 3000 долларов до станции пример шинага в одной из крупных станций ехать нам на поезде 10 минут даже если бы мы сняли в центре токи нам для нашего бизнеса было бы не очень удобно так как не знаю мы не макдональдс не ресторан нам не нужно чтобы по улице ходили люди нам как раз нужно чтобы район был спокойный чтобы сюда удобно было добираться людям семьям с маленькими детьми ну каких сложностей с какими сложностями сталкиваться иностранцы при аренде помещения для бизнеса и как это все работает вы теперь знаете может в одном из следующих видео если получится расскажу вам о том что нужно для того чтобы зарегистрировать компанию в японии какие трудности есть особенности если это кому-то будет интересно пишите в комментариях если будет много пожеланий на эту тематику то постараемся сделать но на сегодня все мне нужно уже идти работать скоро придет алина нужно будет наводить порядок разбираться с вещами у нас кстати вот еще пришли фотографии двойняшек которые мы повесим на эту стену как раз на нас ждала красивых фотографий двойняшек потому что фотографии двоих детей всегда красивее чем фотографии одного ребенка сейчас буду прибивать на стенку но на сегодня все с вами друзья все пока